В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 февраля 2018 года четверг, по одному из старинных 33 день месяц в юг и стужи, 7526 лета неделя. И тех, кто отмечает праздники по этому жреческому календарю, тех поздравляю с величайшим праздником Днем Дида. Слава нашим великомудрым предкам, защитникам Отечества и родам нашим славным. А мы начинаем живой эфир, посвященный теме, как человека и любовь соединить вместе. Четвертая часть. И сегодня мы поговорим про мужчину и женщину. И поговорим не просто обо с кем, а с уже известным вам и горячо любимым сказителем Виктором Луговым. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей! Здравия все, кто нас слушает! Очень рад новой встрече! У нас до этого были интересные встречи, много было откликов. Я думаю, что и тебе писали, много что спрашивали. И к нам в редакцию приходили письма, я тебе их переправлял, какие-то сообщения. Так что я рад, что твои эфиры вызывают ответную реакцию. Рад тому, что люди пытаются разобраться со своими какими-то проблемами, что-то уточнить, что-то определить в своей жизни. И сегодня, надеюсь, что у нас будет не менее плодотворный эфир, который позволит разобраться уже не просто одному человеку в чем-то, а уже, может быть, поможет разобраться в взаимоотношениях мужчины и женщины. Поэтому я не смею более оттягивать начало и передаю тебе микрофон. Во второй части мы с тобой встретимся, уже обсуждая вопросы реплики. А сейчас, пожалуйста, приступай. Благодарю. Ещё раз здравия всем, кто меня слушает, кто присутствует на этой новой встрече. И я не просто так размышлял над тем, какую же тему всё-таки продолжить в нашем эфире, какая тема на сегодняшний день вызывает наибольший интерес и наибольший отклик. У слушателей, у тех, кто обращается с разными вопросами, кто обращается за помощью, с кем мне приходится сотрудничать, взаимодействовать, работать, обучать и так далее. И оказалось, что на сегодняшний день наиболее такая животопещущая тема, которая вызывает много вопросов и на которую мне приходится и отвечать, и разговаривать, и давать какую-то информацию, плюс ещё и прорабатывать. Это вопрос взаимоотношений, взаимоотношений между мужским и женским началом, взаимоотношений мужчины и женщины. Потому что это на сегодняшний день основа основ того, что мы проживаем. Потому что на сегодняшний день, если брать по существу, то лад, который творится в семьях, это основа и державности, это основа нашей мощи, это основа нашего процветания, это основа нашего изобилия, это основа той силы и того духа, который витал всегда на Руси и с которым всегда считались. И пришло время, это состояние наше, вот эту силу нашу, это мужское и женское начало, которое присуще было всем русам, всем русичам, всем, кто жил на нашей планете под названием Святая Русь, постановить. Для этого давайте немножечко вспомним, как сказать, что такое начало или вообще что такое душа. Как мы говорили в предыдущем эфире, душа, она бесплотна. Это высшая инстанция, которая определяется с духом для того, чтобы мы могли пройти уроки земного мира, трёхмерного или четырёхмерного, или сейчас будем проходить пятимерного уровня развития. Душа, она не мужская и не женская. Душа вмещает в себя все начала, которые существуют изначально. Но по мере того, как в душе нужно пройти те или иные уроки, как тому индивидууму световому существу, межгалактическому или галактическому, или планетарному существу света, коими большинство из нас являются, нужно пройти эти уроки на земном плане, в трёхмерном мире, в этой небывалой плотности, в этом эксперименте Творца, который был создан очень-очень-очень давно, многие сотни тысяч лет назад. И он проходит во многих планетах, на многих планетах, на многих уровнях, на многих пространствах. И то, что мы присутствуем с вами здесь, в так называемом выпускном университете, на выпускном курсе, это говорит само за себя. И в данный момент то, что душа выбрала, во-первых, время прихода, время необычное, время очень удивительное, насыщенное, многомерное, многопространственное, время настолько мощное, что сюда могли прийти только те высокие или высшие световые сущности из разных миров, из разных галактик, из разных звёзд, из разных пространств, для того, чтобы на этом переходе из трёхмерного пространства, кто-то уже в четырёхмерном, кто-то уже в пятимерном, перейти в пятимерное пространство, где всё, что мы нарабатывали десятки тысяч лет, начиная с Лемурии, на планете Земля, и проходили эти опыты в разных-разных воплощениях, где мужчина, где женщина, где богач, где бедняк, где король, где нищий, где слуга, где руководитель начальник, где работник света, где работник тьмы и так далее. Это было много-много-много раз, мы проходили одни и те же опыты в разных хипостасях, в разных вариациях, на разных этапах и на разных уровнях. И естественно, что когда мы воплощались в этот раз, то каждая душа для себя определяла, на каком варианте ей наиболее выгодно или эффективно, или важно воплотиться для того, чтобы она могла максимально эффективно пройти этот отрезок времени пребывания на Земле, максимально эффективно пройти этот опыт, максимально эффективно усвоить все те уроки и доработать всё то, что не усвоено было в предыдущих воплощениях. И поэтому каждая душа пришла в этот мир, выбрав для себя либо мужское начало, либо женское начало. И в данном случае, в зависимости от этого, что выбрала душа, естественно, и задачи, которые стоят перед каждой душой или перед каждым невидимым, который здесь находится, это уже отдельная, будем так говорить, большая, важная тема для нашего осознания и понимания. Потому что если мы говорим, что мужчина — это прежде всего дух, это дух святой, это свет, это мудрость, это любовь, это мужественность, это сила, и эта же сила, как мы уже с вами говорили в предыдущих эфирах, она как раз и даёт мужчине мягкость, с помощью которой мужчина, по сути, своей разрешает очень многие вопросы, в первую очередь в семье, в первую очередь в своём ближайшем окружении, разрешает их мягко, разрешает их без боли, без страданий, без применения вот этой силы, которой он обладает. И это очень важно осознать, потому что долгое время на планете Земля энергии мужественности не присутствовало, а точнее энергии мужественности отсутствовало. И мы проходили понимание силы, это была жёсткость, это была жестокость, это была борьба, это было состояние, когда мы боролись, доказывали свою состоятельность в разных местах, на разных сторонах нашей жизни, в разных ипостасях. И мужественность — это очень многогранное, многомерное понимание, которое, по сути своей, утрачено на Земле. И когда был момент, когда мы с супругой задавали вопрос, «А что такое мужественность?» То из высших иерархий, из истока, приходила информация о том, что, первое, что понятие мужественности как таковой на Земле утеряно. А то, что вы подразумеваете под мужественностью, на самом деле сносит с собой фактически жертвование. Жертвование собой в прямом и перенёсном смысле слова. Когда вспомните, например, все лозунги, что Первой мировой войны, что Второй мировой войны, как сказать, за Родину, или точнее за Царя и Отечество, за Родину, за Сталина, как сказать, бьём врага и, как сказать, не за жизнь, а насмерть. И будем так говорить, фактически по сути своей все лозунги были направлены на то, чтобы мы в этом непонимании, в этой жестокости перемалывали сами себя. И потому что по сути своей энергия мужественности — это, во-первых, энергия любви. Раз. Когда душа, тело, человек, неважно, мужчина или женщина, но, как правило, мы говорим сейчас о мужской энергии, находится в состоянии любви к себе, тогда он совершенно спокойно, совершенно объективно, без каких-то примесей того, что приносит нам ум, того, что приносит нам эго, эго-личности в настоящее время. Совершенно спокойно принимает все вызовы, которые приходят ему по жизни для усвоения тех или иных уроков. И вот мужественность — это спокойное принятие, спокойное принятие всего, что даёт тебе жизнь. Это спокойное присутствие во всём, это спокойная, мудрая сосредоточенность, спокойная, мудрая сосредоточенность на всех делах, которые приходится решать в данный момент времени или отвечать на вызовы времени или ситуации, или обстановки и так далее. И вот эта энергия мужественности она везде присутствует изначально. Но когда нам её закрыли и когда под это начали подразумевать различные другие вариации, как, сказать, мужество, замужество и так далее и тому подобное, всё, что связано с мужчиной, всё было направлено на то, что мужчина должен, мужчина обязан, значит, гвозди бы делать из этих людей крепче бы не было в мире гвоздей, ещё Маяковский говорил. Почему? Потому что по сути своей мы шли на пролом, мы проламывали пространство, мы его не чувствовали, мы, как правило, с ним воевали и боролись, и это было самое главное. Когда мы обладаем энергией мужественности, то тогда мы чувствуем пространство, мы чувствуем мир. И даже если тот пришёл с мечом к нам и решил, что он имеет право распоряжаться или нашей жизнью, или нашей собственностью, или, как сказать, пришёл для того, чтобы поработить нас и наши роды, мы принимаем этот вызов, мы принимаем этот вызов мужественно, но с мужественностью, спокойно, без истерик, без борьбы, без страха, без сомнения. Мы просто знаем. Мы просто знаем, кто мы. Мы просто знаем свою силу. Мы просто знаем, что когда мы встаём в полный рост, все почему-то приседают. Потому что тогда, когда мы встаём, все вдруг начинают видеть вот эту мужественность, вот эту силу, вот эту энергию, которая начинает, это энергия Яри, и которая у нас открывается, почему нас и боялись всегда, почему нас и боятся до сих пор, и почему стараются это состояние закрыть любыми способами, любыми подменами. Мужественность не живёт сама по себе, хотя это энергия мужского начала. Мужественность живёт тогда, когда рядом с ним, или точнее, она сильна, и она развивается, когда рядом с этой мужественностью встаёт энергия женственности. Это женское начало. И та душа, которая выбрала энергию женственности, она выбрала, с одной стороны, энергию совершенства, энергию любви, энергию мягкости, нежности, энергию беззаботности, энергию открытости, энергию ласки, энергию изобилия, потому что это всё женские энергии. И когда женщина находится в состоянии женственности, когда она просто идёт своей мягкой, лёгкой, красивой походкой, когда у неё раскрыта грудь, плечи, когда у неё поднятая голова, и когда несёт она себя вот так вот величава, но при этом красива, что ты смотришь на эту красоту, на эту женственность, на это чудо божественное, и у тебя поднимается вот это первое желание, первое желание эту женственность закрыть, закрыть не от людей, а чтобы ей никто не мог навредить. Такое, так устроено мужское начало, потому что у мужчины, когда он видит такую женщину, в которой это раскрыто, крылья открываются, душа поёт, сила пребывает, и он готов защищать эту красоту всеми доступными ему силами и средствами, а ему всё доступно. И вот это самое важное, самое главное, для чего практически души пришли сюда, в этот мир. Познать себя через раскрытие в мужчинах мужественности, в женщинах женственности и соединить это в парах. Потому что, если говорить по существу, мы не знаем этого. Мы только-только сейчас постепенно, шаг за шагом, вот буквально эти два года, как, ну, может, два с половиной, три, как вот эти энергии, вот энергия мужественности пришла на землю, и все начали чувствовать, что что-то в мужчинах просыпается. Но мужественность есть и у женщин, потому что дух присущ как женскому началу, так и мужскому началу. Но в мужчинах есть, помимо мужественности, есть тоже и женственность, потому что в нём есть и женское начало. и вот эти два начала у каждого из нас должны быть уравновешены. И это самое важное. А уравновешены они могут быть только тогда, когда мы находимся в состоянии полного принятия себя, полного принятия всего того, из чего мы состоим, что мы из себя представляем, какие мы народились, какое тело мы имеем, какие формы тела мы имеем и так далее, и так далее, и так далее. И когда мы принимаем себя, мы любим себя, потому что только любя себя ты можешь себя принять. И тогда не важно, и тогда не важно, кто ты, как в социальном, там, и в разно другом качестве. ты просто есть свет, любовь и красота. И ты живешь наслаждаясь. Но, к сожалению, большому, а может быть, к счастью, то, как это будет воспринимать. Когда мы приходим в этот трехмерный мир, как мы уже говорили с вами ранее, у нас закрыты все эти знания, у нас закрыты все эти возможности божественные, которые нам даны изначально, даны Творцом, даны Творцом для того, чтобы мы прошли этот многомерный, многоплановый, многоуровневый опыт на разных планетах, в разных ипостасях, в разных состояниях и получили этот многогранный опыт всех наших воплощений для того, чтобы из богов погрузиться в самое-самое дно тьмы или, если говорить правильно, обратной стороны света, познать все то, что из себя представляет эта обратная сторона и затем вспомнив себя вспомнив, потому что лучи постоянно идут, лучи света проходят аж до самого дна, и когда душа вдруг этот свет цепляет и удерживает его в себе, она постепенно начинает подниматься из самого дна поднимается на поверхность и выходит к свету. И кем бы мы ни были, в прошлых жизнях это не играет никакой роли, потому что все то, что мы наработали в прошлых жизнях, нам было необходимо, нужно и важно для нарабатывания того опыта, который нам необходим, когда мы вернемся и соединимся со своим высшим я, со своими высшими аспектами, и когда мы этот опыт будем применять и не только мы, а наши роды, будем применять для строительства новых звезд, планет, галактик, кто уже созрел и кто по сути своей здесь работает как мастер, который сам уже осознал это и прошел через это. И это очень важно. Это очень важно, потому что если нам даже кажется, что мы что-то делаем неправильно, что мы совершили какую-то ошибку, что мы поступили не так, как нужно было, нужно всегда остановиться и задать себе вопрос, а кто во мне сомневается? Кто во мне всегда говорит о том, что это неправильно? Кто во мне всегда сомневается, боится или там меня постоянно провоцирует или наоборот как сказать удерживает? И когда вы войдете в тишину своего состояния, когда вы погрузитесь в центр своей сути или по крайней мере хотя бы близко к этому, когда затихает ваш ум и когда вы чувствуете, что вы не тело, вы вдруг понимаете, а точнее осознаете, потому что понимает ум, что то, что вы делали, было единственным правильным решением, что то, что вы приняли и то, что пришло вам как решение и вы это сделали, это было единственное правильное и верное решение для данного момента, потому что так было нужно в вашей душе. Но мы этого, как правило, или не замечаем, или не учитываем, или с этим боремся. И это не просто ситуация. Это то, что мы получаем, когда приходим на землю с рождением в физическом теле, когда мы выходим из утробы матери, через наших ближайших маму и папу. Мы получаем вживляемые в нас программы, которые входят в нас через страхи, через боль, через обиды, через разочарования, через всё то, что закрывает наше сердце и закрывает нашу душу. Но не для того, чтобы мы страдали, а прежде всего для того, чтобы нами уроки, которые мы пришли выучить, были в этом воплощении, были проработаны и усвоены. Причём не просто усвоены, а усвоены раз и навсегда. Однозначно. Мужчина, как правило, или мальчик, когда приходит в этот мир, мы говорили об этом, постигает мир через отца. мальчик, как правило, как правило, мужчина или мальчик, когда рождается и когда он начинает проходить определённые вещи, он поначалу находится с матерью до определённого времени. И он принимает от матери то питание, которое она ему даёт в своей груди и ту заботу, которую мама проявляет о нём. Но рядом всегда находится и отец, который тоже привносит свои энергии, заботы, внимания, ласки, любви, если они у него открыты. Когда у мамы с папой эти энергии закрыты, как правило, в этих воплощениях или в этом воплощении, то, как правило, ребёнку сложнее всего, потому, что между папой и мамой идёт борьба. И когда между папой и мамой идёт борьба, за что борьба? Борьба за выживание, по сути своей, борьба за лидерство, борьба за доминирование, борьба за то, что кто будет в этой семье главным, кто в этой семье руководит, кто в семье принимает решения. И очень часто вот многие или большинство из тех, кто ко мне приходили, я редко встречал ситуацию, где мужчина выполнял свою роль мужского начала, как мужчина принимал решение, брал ответственность на себя и за это отвечал. как правило, в семье командует женщина. Почему? Во-первых, потому что так случилось в наших воплощениях и во всём том многообразии опытов, которые мы проходили, что женщинам очень часто приходилось оставаться одним. Мужчина, как правило, заводил семью или становился мужем или организовывал семью или пара организовывала семью. И они, как правило, рожали одного, двух, трёх детей и мужчину, как правило, забирали на войну. В прошлое тысячелетия это было очень часто. И каждый раз во всех воплощениях или в большинстве воплощений очень многие женщины практически сами на себе тащили и дом, и семью, и хозяйство, и работу, и всё, что с этим связано. И они привыкли выживать таким образом, беря на себя всю вот эту, все тяготы, всю тяжесть этой жизни, всю тяжесть этого, будем так говорить, воплощения для того, чтобы дети выжили, для того, чтобы род продолжался, для того, чтобы жизнь продолжалась. И, как правило, как правило, во многих родах произошли подмены, когда женщина для того, чтобы выстоять и выдержать, решила, что ей будет легче, если она возьмёт на себя мужскую энергию, когда она возьмёт на себя, оденет на себя мужской скафандр и в женском теле будет выполнять эту тяжёлую работу. И вы знаете, это как раз было той ошибкой, а точнее не ошибкой, а опытом, который мы проходили много раз. Потому что если женщина действительно сохраняет свою женственность, если женщина сохраняет свою мягкость, нежность, вот эту гибкость, вот эту силу своей женственной красоты, то ей помогает вся Вселенная, ей помогает весь мир, и к этой женщине тянутся. Да, были случаи, когда таких женщин в том числе первыми же обвиняли в колдовстве, во всех страшных грехах, и, как правило, в Европе этих первых и уничтожали. И кто-то для того, чтобы выжить, сдавался и одевал на себя мужской костюм, брал на себя мужские энергии, становился то ли мужчиной, то ли женщиной, и доказывал всему миру, что я могу, а кто-то наоборот говорил о том, что вот я такая, и я не могу изменить свои сути, и я лучше умру, чем стану другой. И для того, чтобы сохранить свою женскую суть, свою женственность, они уходили из этой жизни, принимая ту кончину или ту смерть, которую ей или им, как бы сказать, силы обратной стороны света или силы тьмы, или силы сдерживания, или как угодно можно назвать их, в общем-то причиняли, применяли и сотворяли. И эта боль, и это состояние боли, страдания, выживания и так далее, привело к тому, что очень многие женщины, которые пришли в это воплощение, и наши бабушки, и наши мамы, и даже нынешние женщины моего возраста, младшего возраста, те, которые родились в стране под названием СССР, они все проходят этот опыт и урок, как вспомнить себя, как стать снова женственной, как снова вернуть себе мягкость, как снова вернуть себе нежность, как снова вернуть себе вот эту легкость, легкость, изящество и вот эту непосредственность, открытость миру, когда открыта душа, И когда душа не боится вызовов этого мира, она его просто принимает, потому что она по-другому не может. Это состояние богини. Это состояние, без которого женщина не женщина. И женщина или девочка, которая пришла в этот мир, она прежде всего принимает этот мир глазами матери. И так же, как и мальчик, повторяет с точностью до нюансов. Поступки, поведение, видение мира, отца. Точно так же и девочка принимает поведение мамы за истину, потому что для неё мама, так же, как и отец Боги, её душа знает об этом. И девочка с точностью до нюансов повторяет всё поведение мамы. Как мама воспринимает этот мир, как мама воспринимает мужское начало, как мама относится ко всему, как мама поступает во всех случаях, как мама ведёт себя. И это потом красной нитью проходит в жизни каждого. Каждого. По мере того, как он взрослеет, обретает себя или создаёт свою семью. И в этой семье, как правило, преобладают энергии, которые заложены были родителями. И очень часто я наблюдаю в семьях, по крайней мере, в тех, с кем мне приходится общаться или работать, или изучать этот вопрос, что доминирование мамы приводит к тому, что фактически либо отца не ставят ни во что, либо отец используется для того, чтобы обеспечивать семью, или для того, чтобы мама доказала всему миру, что она хорошая мама, она родила, и она вот тут воспитывает детей своих. А мужчина нужен для того, чтобы вот эти дети росли, чтобы эти дети, как правило, ни в чём не нуждались, и женщина в том числе. И дальше всё остальное не играет роль. Я сварила, я погладила, я там постирала, я убрала, я тут это, как сказать. Всё остальное уже потом. И эта ситуация наблюдается сейчас у большинства. И эти же повзрослевшие дети из этих же самых начал начинают строить свои семьи, и у них вдруг не получается. Если мама с папой ещё как-то жили, ещё как-то у них что-то получалось, даже если они там ругались, даже если они там дрались, даже если у них там были моменты, когда отец уходил в запой, или там мама там куда-то во что-то самое тяжкое. Но они мирились, они снова продолжали жить, они снова продолжали, как сказать, проходить этот опыт. Потому что энергия притяжения, энергия кармы, которую они отрабатывали, была настолько сильна, что тот, кто не выдерживал, он, как правило, уходил из этого мира. И, как правило, это были мужчины. Почему? Я уже говорил в прошлом эфире, что сердце мужчины питается любовью женщины. Да, у него есть и своя любовь, которая есть в его сердце. Но крылья он раскрывает тогда, когда он чувствует любовь. Любовь, настоящую любовь, которая излучается из сердца, из сердца мамы, затем жены, дочери. И это самое важное. И если мужчина этого не чувствует, то, как я уже говорил, у него развивается комплекс неполноценности. Потому что его не любят. И его не принимают таким, каким он есть. Его не... Мир, в котором он живёт, не принимает. А мир — это все люди, начиная с мамы, начиная с жены и так далее, и так далее. И мужчина начинает бороться с этим миром, доказывая свою нужность, важность, необходимость и так далее, и так далее, и так далее. И чем сильнее он доказывает в борьбе, тем быстрее истощает себя. Причём доказывает разными способами. Кто-то на работе, кто-то через те новые знакомства с другими женщинами, которые, кажется, его могут полюбить, кто-то ещё каким-то образом. У каждого свой путь, у каждого своё понимание, со своего уровня. И каждый идёт в это тотально. Потому что так устроены те программы, которые мы проходим. Точно так же и девочка или женщина, которая вошла в этот мир семьи, создала семью. Почему создала семью? А потому что, как правило, бытует такое мнение. Если тебе уже 20, тебе уже пора. Пора замуж, пора рожать, пора детей, пора это, пора то. Пора становиться мамой. Пора показать, что ты действительно можешь рожать, можешь быть матерью, быть хозяйкой, быть женой, и так далее, и тому подобное. И посмотрите, очень много семей, которые создаются, они распадаются по одной простой причине. Потому что создаются семьи не из состояния любви, которого никто не знает, а из состояния бегства из той семьи, в которой было мучительно больно. Смотреть на те отношения, которые создавали наши родители, или в которых они находились. И мне было так же больно, когда я видел, что происходило между моим отцом и моей мамой. И мне было мучительно больно и страшно проходить через всё то, что я видел, когда между отцом и матерью возникали вот эти вот буря негатива, которая поднималась и которая потом превращалась во что угодно. Да, это дало мне возможность разве навсегда принять главное решение, что, что бы ни происходило в моей семье, руку поднимать на женщину, это не мужское дело, это не по-мужски. И в других семьях в каждую по-своему. Каждый по-своему это проходит, потому что каждый по-своему усвоил то, как отец относится к матери. То, как отец воспринимает женское начало. То, как отец относится и к своей матери, и к своей жене, матери, своего сына, или своей дочери. И от этого зависит, как и ребёнок будет относиться и к мужскому, и к женскому началу. И, как правило, когда вырастает из мальчика мужчина, по крайней мере, биологически вырастает. Некоторые и до старости остаются ребёнком. Обиженным, закрытым, который находится постоянно в борьбе. А некоторые вырастают. И некоторые осознают, что то, как было в их семьях, жить невозможно. И построить нормальную семью невозможно. И они ищут варианты. Ищут варианты, как соединить, как наладить лад внутри семьи, чтобы не было так больно, чтобы можно было как в гавань зайти и хотя бы на какое-то время передохнуть, почувствовать, что ты там желанен, что тебе там хорошо. Или женщина могла прийти в свою семью и почувствовать заботу своего мужа, что она там может расслабиться, что она там может раскрыться, что она там может быть той, кем она по сути является, беззащитной. И там, где мужское и женское начало выходят на другой уровень, наши предки в семьях своих общались друг с другом следующим образом. Женщина называла своего мужчину «свет мой». Почему? Потому что Дух — это свет, мужчина — это свет, мужчина — это Бог, и свет этой божественности проходит через мужское начало, и через мужчину приходит душа в этот мир. Мужчина заказывает форму, женщина наполняет эту форму содержанием, потому что душа отвечает за внутренний мир. И мужчина называл свою женщину «душа моя», «душа моя», потому что женщина — это душа, потому что женщина — это красота, потому что женщина — это то прекрасное, то нежное, что мы ищем в каждой женщине, начиная с мамы своей. И пока мы маленькие, пока мы по сути своей ещё чувствуем этот мир, ещё видим этот мир невидимым взором, и пока наша душа открыта, и пока мы наполнены любовью, и пока эта любовь изливается из нашего сердца, мы видим нашу маму действительно богиней, потому что мы видим не только её физическое воплощение, а мы своим видением духовным видим и её божественное начало, какая она там, какая она настоящая, какой она излучает свет, точно так же, как и Отец, какой он Витязь, какой он огромен и красив в своей силе и своей мужественности. И мы это видим, и мы благоговеем перед своими богами земными, которые приняли нас в этом мире. Но как только между богами возникает искра непринятия, искры, когда они начинают друг друга подавлять или бороться друг с другом всеми доступными способами для того, чтобы выжить, для того, чтобы доказать или требовать от другого то, что я не могу дать сам, душа это видит, она в шоке. Она в шоке, она в ужасе. И у нее поднимается жуткий страх. Как так? Что те, кого мы любим, те, кого мы боготворим, готовы себя уничтожить. Боги так не поступают. и когда ребенку становится больно, он закрывается. И потом всю жизнь открыться не может. Потому что страшно и потому что больно. И потому что больно страшно открыться и страшно потому что очень больно. И вот в этих семьях как раз и очень много боли. Очень много тех страданий, которые заставляют каждого по сути своей таким образом каждый день искать выход. Выход из такого положения. Выход из положения, где нет месту вот этой программе самоуничтожения, которые мы получили в наследство от наших родителей. В чем особенность прохождения уроков в паре в настоящем времени? как я уже говорил, первое самое главное это доработка всех тех кармических долгов, всех тех кармических отработок, которые в прошлом, в прошлых воплощениях не были осознаны или не были проработаны до конца. И душа знает, что эти недоработанные вещи мешают ей перейти в новое состояние и начать жить на другом уровне. и для того, чтобы это дочистить или это доделать, вот этот кармический магнетизм и сводит в семью пару, мужчину и женщину, которые когда-то определили, что они будут помогать друг другу, проходить эти уроки. и все это было бы хорошо, если бы ни одно обстоятельство, мы забыли, кто мы, мы забыли, с какой программой сюда пришли, мы забыли, кто мы есть там и для чего мой партнер постоянно мне держит зеркало и постоянно делает мне вот этим зеркаленем больно. И это приводит к тому, что по сути своей начинается борьба. Борьба, доказывание, что я не такой, что я лучше, что я другой и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому здесь нужно осознать, что уроки прошлого и те опыты, которые мы проходили, их не нужно вспоминать, в них не нужно идти с головой, нырять и опять проживать то, что мы проживали когда-то. И не нужно вспоминать, кем я был в прошлом. Это абсолютно не нужно. нужно понимать, что не важно, кем ты был в прошлой жизни, важно, кто ты сейчас. Важно осознавать, что те уроки, которые мы сейчас проходим, и которые нам очень важны для проработки, эти уроки, они постоянно фонят у нас, они нам постоянно напоминают о себе, они постоянно нам причиняют дискомфорт и в отношениях, причем в отношениях прежде всего своей семьи, своих близких, это начиная с папы с мамой, с кем, как правило, очень редко встречаются нормальные отношения, где родители принимают детей такими, какими они есть, а дети принимают родителей такими, какими они есть. И какой-то лад в этой семье существует. Как правило, нету принятия. Это первое. И вот очень важно, чтобы когда мы осознаем, что вот этот фон, вот это дискомфортное явление, которое постоянно повторяется и повторяется, как на заигранной пластинке, пока мы не обратим на них внимание, причем они повторяются каждый раз, когда мы, например, прошел этап, мы не заметили его, мы пропустили эту подсказку, она усиливается и усиливается до тех пор, пока не становится состояние, когда нас просто ставят перед фактом в жестком каком-то варианте, где нам уже никуда не деться, нам нужно принимать решение и нам нужно видеть, и уже перед лицом стоит это все. И пока мы эту ситуацию не осознаем, она не отступит. У кого-то, если говорить по существу, это вырывается с мясом. Извините, что я так говорю жестко, но это те операции, которые проходят люди, не осознавая, для чего к ним пришла та или иная болезнь, для чего эти боли у них в тех или иных органах, тканях и так далее, в суставах, для чего это все душа через боль заставляет развернуться к себе и осознать, зачем ты пришел в этот мир, для чего ты здесь находишься, какие уроки тебе нужно пройти, осознать, чтобы наконец-то их разрешить и жить счастливо. И здесь очень важно, чтобы мы просто осознали, что нам нужно выходить из состояния борьбы, потому что чем больше мы боремся, не важно с чем, как я уже говорил в предыдущих наших встречах, тем сильнее усиливается то, с чем мы боремся. И сила сдерживания как раз на этом играет, и матрица в том числе, как я говорил, в предыдущем эфире. Матрица использует эти состояния наши, и она очень точно и четко нажимает на те кнопки у нас, которые мы не осознаем, которые мы не отработали, которые в нас постоянно фонят. И она как на пианино или на органе на разных уровнях нажимает эти клавиши, болевые точки нашего тела и заставляет нас разворачиваться к себе. Хорошо, если мы осознаем это. Хорошо, если мы это воспринимаем правильно и осознаем, задаемся вопрос, для чего? Для чего мне это нужно? Для чего этот опыт? Для чего я это прохожу? Для чего со мной это происходит? Для чего я вообще воплотился в этот мир, на эту планету? И вот когда человек задаёт эти вопросы, неважно мужчина это или женщина, у него начинают приходить ответы. И тогда уже идёт информация с разных сторон, потому что силы света, которые нам помогают, они постоянно нам посылают информацию. Но так как мы закрыты, закрыт наш слух, внутренний слух, закрыто наше внутреннее видение. Очень многие интуицию воспринимают только потом, когда уже называется граблями по голове или по другим частям тела, и очень больно, и тогда только «Блин, но я же знал, что вот надо по-другому». А что мешает? Ум. Ум. Ум, которым управляет матрица. Потому что ум хорош там, где нужны чёткие математические ясные расчёты, ясные анализы и так далее, и так далее. Во всех остальных случаях нужно слушать интуицию, душу, подсказки души, внутреннее состояние, из внутреннего состояния тишины. Но куда нам? Когда тут надо выживать снова? Когда тут не хватает денег? Когда в садах нет мест? Когда с работой беда? Когда и так далее, и так далее, и так далее. Можно это всё перечислять очень долго. Тогда не до себя. И, как я уже говорил, в паре это начинает активироваться, усиливаться и нарастать. И очень часто мы встречаем, что женщина привыкшая всё время тащить на себе воск, опять одевает мужские доспехи, идёт в мир, и у неё лучше получается зарабатывать, потому что она соединила по сути своей и мужской, мужские энергии женские и стала сильнее. А мужчина стал слабее, потому что часть этих энергий женщина у него забрала. Неосознанно, конечно. И не понимает, что вместо того, чтобы самой идти и зарабатывать и доказывать всему миру, какая я красивая и какая я сильная, и какая я важная и нужная, отдать эти доспехи мужу, дать ему столько любви, чтобы он мог это сделать легко и просто и принести в семью всё то, в чём нуждается семья. Но так устроен этот мир, так устроены наши опыты, так устроена эта большая игра, которая создана Творцом для нашего обучения. И поэтому женщина воюет, мужчина воюет, дети страдают и всё повторяется. здесь здесь очень важно вспомнить и сейчас очень много информации, очень много информации о том, кто мы есть, откуда мы пришли, для чего мы здесь, какие происходят процессы на земле, что нам нужно осознать, какие уроки нужно выучить и так далее, информации очень много, она разная, она много уровнивая, для разных уровней развития. но вот что показывает опыт и показывает реальность жизни 90% живущих на планете Земля спят настолько мертвым сном что разбудить их очень сложно и они живут так как жили их родители так как они когда-то проходили опыты в предыдущих воплощениях ничего не меняя по сути своей кроме тех атрибутов материальности которые сейчас признаны в современном мире вместо лошадей и автомобилей и так далее, и так далее, и так далее и очень многие задумываются над вопросами кто мы и для чего мы здесь и очень многие ищут ответы на эти вопросы точнее очень мало кто ищет ответы на эти вопросы потому что на первый план сейчас вышла та замануха которую по сути своей подкинули силы сдерживания для чего? для того чтобы держать людей в страхе это деньги это деньги, это система выживания и здесь работают и банки и эгрегоры и религиозные структуры и все остальное, система подавления и так далее и тому подобное для того чтобы держать этот мир в повиновении держать этот мир в забвении держать этот мир спящим так и проще управлять но несмотря ни на что несмотря на все усилия сил сдерживания потоки энергии Творца и всей семьи света на планету Земля идут таким мощным потоком и происходят такие удивительные вещи сейчас по трансформации сознания и такая красота разворачивается в мире что тот кто начинает просыпаться или даже не хотел просыпаться но будут его эти яркие лучи которые бьют в глаза и волей-неволей хочется открыть глаза и люди открывают эти глаза и мне удивительно и мне порой радостно до слез радостно когда вдруг приходит как ниоткуда приходит человек который ничего не знает ни об эзотерике ни о тонких планах ни о любви ни о чем он пришел потому что у него плохо потому что у него все забрали кроме жизни и когда такой человек приходит и мы начинаем с ним работать или ему начинаешь объяснять для чего все это сложилось в его жизни таким образом что ему нужно наконец-то увидеть и осознать и что пришло время не туда бежать не там доказывать а сюда развернуться и здесь в тишине побыть и вы знаете те кто действительно настрадался те кому надоела эта боль эти раскрываются очень быстро и это удивительно и это радостно и это радостно что душа наконец-то наконец-то смогла развернуть человека таким образом чтобы он пришел и начал открывать себя для любви для любви к себе никому-то самая главная ошибка которая существует сейчас у большинства учителей наставников и так далее и так далее и так далее они спасают мир они спасают других они помогают другим они бегут спасать они все время в деятельности они по-другому не видят своей жизни как спасать однажды я задавал женщине которая уже бабушка там несколько раз которая сама ведет определенные вещи там семинары там обучение там разные-разные-разные-разные так называемой славянской практики я задаю вопрос скажи милая как ты считаешь ты все познала в этом мире ты уже знаешь как быть счастливой знаете и смешно и больно мне когда я слышу такой ответ я уже бабушка у меня уже там столько-то внуков и мне уже не до этого мне уже не до любви я задаю простой вопрос а что же ты тогда даешь людям из какого состояния ты даешь начиная со своей семьи и кончая всех остальных если ты не научилась себя любить сколько ты будешь еще жертвовать собой и спасать этот мир который не нуждается в спасении этот мир создан таким образом что его не нужно спасать самое главное для чего мы сюда пришли мы пришли полюбить себя мы пришли познать себя мы пришли разобраться с собой мы пришли научиться ладить самим собой и лад этот создавать вокруг себя из состояния любви лада или гармонии как кому ближе но как правило вот как раз вся система эго личности ума матрица эгрегоры силы сдерживания и так далее и так далее все направлено на то чтобы мы меньше задавали таких вопросов а больше спасали больше боролись больше шли против кого-то и против чего-то и то что сейчас мы наблюдаем когда идут подготовка вот к выборам очередным и то что происходит вообще в мире в разных странах и так далее и так далее везде все воюют борются кто за что и пока мы не осознаем что в наших семьях наши дети особенно те маленькие которые пришли ну будем так говорить пять лет назад десять лет назад максимум а вот последние годы вот два-три года назад это вообще уникальные дети приходят это приходят такие мощные светлые души на планету из таких высоких светоносных иерархий это приходят те мудрые владыки которые уже много раз были на планете земля когда мы были богами и помогали проходить и строить эти миры из состояния любви и света и они снова пришли в этот мир потому что закончился 26 тысячелетний цикл и они очень мощные учителя и у кого есть эти маленькие дети тот видит как они себя ведут вы знаете я наблюдаю за ними постоянно где бы мы ни были эти дети всегда вокруг нас и я вижу как они относятся к родителям своим и они показывают нам наши внутренние скрытые затыки которые мы боимся в себе открывать которые мы боимся в себе разворачивать куда мы боимся смотреть потому что мы доказываем какие мы классные мы доказываем какие мы хорошие мы хотим чтобы нас любили за то хорошее что мы даем а вот то плохое что мы удерживаем внутри себя то агрессию которая в нас накоплена и готовая взрыву в любой момент то подавленная негативность ярость которую мы сдерживаем чтобы не выплеснулась и не дай бог не зацепила рядом стоящих мы не хотим показывать а дети нам это показывают и я сколько раз видел как например ребенок кусает маму или начинает ее бить или он ей показывает не слезая у нее с рук раз она боится за ребенка у ребенка страх за маму хотя этот страх он не пришел проходить у него нету страха но он любит маму и воспринимает этот страх совершенно по-другому и он начинает сидеть у мамы на руках таким образом помогая маме преодолеть ее страх и пока мама в этом страхе она ничего не может делать и некоторые этим прикрываются у них появляется вторичная выгода у женщин у меня ребенок и я ничего не могу вот пока ребенок у меня пока я его не положу спать вот тогда я могу хоть как-то передохнуть хоть как-то что-то на себя посмотреть и так далее потому что больше мне ребенок не дает а почему не дает почему ты не можешь посмотреть и высвободить тот страх которым ты живешь ведь он это тебе показывает или ребенок начинает бить особенно мальчики отца я сколько раз замечал причем знаете вот полуторагодовалый малыш у которого там кулачок как грецкий орех так иногда прикладывает что аж слезы выступают у родителя а что он показывает а он показывает ту скрытую агрессию которая внутри спрятана и которую отец не хочет доставать и пока отец ее не достанет этот ребенок будет ему все время в это показывать и все время в это вводить что делают как правило родители которые которым это надоедает начинают подавлять своего дитя подавлять своего ребенка запретами наказаниями и прочим 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 что тем самым они делают ничего хорошего эти дети не сдадутся эти дети не успокоятся у этих детей отсутствует программа страха перед родителями которая была у нас у нашего поколения у поколений чуть помоложе у этих детей отсутствует программы потакания родителям и лояльности они не будут лояльны они настолько мощно тренируют своих родителей что смотришь на это и я скажу у меня трепет пробегает по телу потому что я же вижу что происходит но я не могу развернуть эту маму или этого отца к себе пока он не готов и он получает такие опыты раз за разом пока не осознает что ему надо делать да бывают ситуации когда приходит информация и когда нам сверху дают просто информацию подскажите потому что этому человеку есть что дать миру но ребенок который родился будет продолжать ту жестокость который есть в отце и отцу надо это осознать и мы когда говорим да это производит сначала эффект разорвавшейся бомб но потом люди с благодарностью это принимают потому что им пришла подсказка что нужно поменять в себе для того чтобы изменилось их семейное счастье для того чтобы оно наконец-то стало настоящим для того чтобы выйти из состояния борьбы и жертвы и такие сейчас у нас детки которые пришли нам в помощь мощнейшие световые души помочь нам на этом этапе развернуться к себе и перейти в пятую мерность освободившись от всех тех многомерных опытов от всех тех болей и страданий которые мы наработали во всех воплощениях это очень большие пласты знаю не понаслышке и приходится через это проходить и тот кто готов из молодых родителей это принимать мы всегда с благодарностью говорим об этом потому что почему с благодарностью потому что мы благодарны что это это душа наконец-то могла принять потому что навязывать ничего нельзя заставить нельзя как в той старой мудрости даже если сорок человек притянут лошадь к водопою ни один не заставит ее напиться вот так и здесь пока душа не готова развернуться и открыться для того чтобы познать что происходит и для чего этот опыт ему послан или для чего он пришел в этот опыт заставить ее принять эти знания или этот эту информацию невозможно и вот это очень важно что те программы которые мы пришли усвоить они сейчас выпирают во многих в подавляющей большинстве семей и поэтому семьи не выдерживают разваливаются и это усиливает боль это усиливает агрессию причем как с одной стороны так и с другой стороны но есть другое что нужно осознать когда мы проходили многомерные опыты в разных воплощениях у нас были разные семьи у нас были разные воплощения мужского и женского начала и у нас были разные партнеры и когда мы какие-то вещи не усваивали они откладывались откладывались и откладывались и сейчас во многих вещах происходит что мы за одну жизнь проживаем очень много опытов разноплановых и в том числе и опытов где мы закрываем долги и на сексуальной основе и на семейном поприще и в других ипостасях проходя многие опыты за одно воплощение и очень важно осознать что если семья подошла к своему финалу или точнее подошла к тому что дальше вместе невозможно есть шанс осознать причину если люди будут это искать если в паре кто-то хотя бы мужчина или женщина все-таки созреет для того чтобы задать вопрос а можно ли что-то сделать можно ли что-то изменить и тогда они ищут ответы и тогда ответы приходят и роды начинают помогать и светлые силы или силы света семья света приходят на помощь и начинает открывать и начинается работа титаническая работа над собой по исправлению ошибок у нас есть примеры когда вот то что я рассказывал про детей когда дети начинают болеть и родители понимают что что-то не так надо что-то менять они обращаются за помощью и когда они обращаются и дается конкретная информация о том что нужно в себе поменять как нужно себя повести чтобы душа ребенка услышала увидела что родители осознали вы знаете происходит вот то что воспринимается как чудо ребенок вдруг выздоравливает и на следующий день у него все проходит и он совершенно здоров его не надо колоть антибиотиками не надо пичкать медикаментами которые только за шлаковывает организм молодого маленького ребенка чистый организм и так далее и так далее это воспринимается как вот мною как благость как радость что таких людей молодых семей становится все больше которые ищут ответы и которые хотят жить в ладу в ладу с собой прежде всего и в ладу с миром потому что это единое это все единое пространство и семья это единое пространство и семья и мир это единое пространство и все мы это единое пространство мы неотделимы друг от друга мы все едины мы все осколки одной большой звезды из которой мы все пришли и поэтому мы чувствуем друг друга и поэтому мы связаны друг с другом даже если кажется что этот человек причиняет нам боль даже если кажется что этот человек нам неприятен но задайте себе вопрос для чего он это делает для чего он делает вам неприятно для чего он причиняет вам боль ведь он не просто так это делает не из сада мазохизма не из жестокости которую вот в нем она как бы его ключевой ключевой является ключевой ипостась мы все световые мы все свет если душа причиняет кому-то боль ей самой больно но она вынуждена это делать потому что либо нужно отработать либо нужно отдать этот долг либо нужно с этим разобраться и осознать и себе и тому и это происходит и благо тому кто видит в мужчине не врага а учителя и благо тому мужчине который видит своей женщине не врага а тоже учителя который помогает мужчине стать мужественным а через мужское начало женщина может стать женственной потому что это взаимно это единое целое но а кто не в состоянии те разбредаются так и не осознав урока они создают новые семьи в лучшем случае но в этих новых семьях все это усиливается потому что урок не усвоен и даже дети которые приходят и которые всячески показывают родителям на эти уроки не могут ничего поменять пока настолько сон крепок но от этого значимость нашего пребывания не умаляется и нам нужно разворачиваться к себе и благодаря вот этим парным отношениям благодаря тому что происходит в паре каждодневно да это более болезненно но это очень эффективно удается очень быстро отработать очень многие вещи осознав их отпустив их изменив себя и даже если после этой отработки вы понимаете все ваш путь совместный завершен вы расходитесь совершенно спокойно и создаете новые семьи и продолжаете новый опыт и обучаете себя или отрабатываете те вопросы которые в этом в этой семье нужно отработать и может быть опять вы отработали и снова вы расходитесь и снова создается новая семья и я знаю людей у которых по 5 по 6 по 7 по 7 женинг человек 7 раз создавал семью пока наконец-то в 7 раз не встретил ту кто является его настоящей половинкой а 6 он отрабатывал все уроки которые пришел от работы благо радостно когда такое происходит это главное все остальное только помогает нам это осознавать в это идти и с этим разбираться и поэтому скажу так что пока мы не развернемся все силы которые призваны нас тренировать будут нас тренировать пока пока мы не осознаем свой божественный свет что мы сотканы из любви и света что мы всего лишь свет который есть который был и который будет нас будут тренировать поэтому задача наша разворачиваться в паре при подготовке к паре при выходе из пары не важно важно прежде всего вспомнить кто я потому что все начинается из меня каждого независимо от того мужчина это или женщина и только тогда мы можем создать этот лад только тогда это возможно только тогда мы по-настоящему и счастливы и здоровы и изобильны и наслаждаемся этой жизнью во всех ее проявлениях благодарю это тебе благодарю хорошо ну что ж переходим тогда ко второй части нашего сегодняшнего эфира после небольшой отбивочки и небольшого чаепития с твоей стороны буквально несколько секунд тебе есть возможность мы приступим к разбору вопросов и реплик которые появились в чате народно-славянского радио славрадио.орг и на канале в ютубе youtube.com слэш славрадио одно слово итак поехали пауза народно-славянское радио для пытливых умов продолжение слушайте в следующей части в следующей части Продолжение следует...